Я бы хотел пригласить для выступления Сергея Ходокова, директора по операционной работе кластера информационной технологии фон Сколково. И обращаюсь к коллегам, к слушателям. У нас есть возможность задавать вопросы, открыт соответствующий чат, поэтому если есть такая возможность у вас, пишите, мы с удовольствием в процессе нашей сессии на эти вопросы ответим. Тогда передаю слово Сергею Ходокову. Добрый день, коллеги. Сегодня я хотел бы рассказать о том опыте, как фон Сколково помогает технологическим компаниям и нашим партнерам создавать новые технологические решения. Мы запустили в этом году программу Техэксплот. И в рамках этой программы мы фокусируемся на создании, на помощи в создании новых решений в области искусственного интеллекта. На самом деле тематика искусственный интеллект в этом году для нас стала максимально приоритетной. Как говорили коллеги, мы активно участвуем в реализации национальной стратегии искусственного интеллекта, являемся оператором мероподдержки по проекту искусственный интеллект. У нас реализуется программа, направленная на реализацию целей устойчивого развития, о которой расскажут мои коллеги в следующих выступлениях. И, конечно, мы реализуем программу Техэксплот. Кроме того, мы уже в третий раз в этом году будем проводить отдельную конференцию, посвященную мерам поддержки, и рассказывать о тех результатах, которые у нас получаются. Эта конференция называется «Скулка искусственный интеллект 2020», и пройдет она 10 декабря этого года. На самом деле наши компании достаточно активно развиваются. Сейчас более 560 участников реализуют проекты в области искусственного интеллекта, и многие из них активно выходят на зарубежный рынок, занимают первые места в ведущих технологических рейтингах. Тут несколько примеров как раз сейчас есть на слайде. Это хорошо известные компании Vision Lab, Intech, Vakort, Valarm, можно назвать группой IB и целый ряд других компаний, других участников, которые успешно создают и реализуют технологию. И уже 10 лет мы помогаем компаниям создавать новые решения. И те проблемы, которые мы видим, что для технологических компаний, для компаний, создающих новые решения в области искусственного интеллекта, есть базово три вызова. Первый – это вызов технологии, как правило, необходима глубокая экспертиза в части создания матмоделей, создания алгоритмов, привлечения дополнительной экспертизы, именно связанной с построением нейронных, определением нейронных сетей. Конечно, есть вызов, связанный с качеством, достаточностью данных и выбором технологического стека реализации. И одним из факторов является доступ к вычисленным ресурсам. Если говорить про рынок, то компании, создающие именно новые технологические решения, сталкиваются с тем, что необходимо подтверждать совершенно новый юзкейс, совершенно новые бизнес-модели. И, конечно, в этом случае необходима как глубокая экспертиза именно отраслевого плана, так и способность находить новые каналы продвижения, новый канал маркетирования, новых создаваемых решений. И целый ряд вызовов есть у компаний, связанных с исполнением. Это и качество разметки данных, и регуляционные риски. И как раз это является ключевым отличием программы, направленной на поддержку технологических компаний, а других аксессуационных программ, которые есть на рынке. Если посмотреть отличия, то, говоря о технологических проектах, технологических стартапах, то прежде всего привлечение научной, инженерной экспертизы требуется на самом первом этапе, потому что ключевой драйвер, ключевой источник, конкурентные преимущества – это именно научно-инженерная идея. Как правило, компании сталкиваются с необходимостью уточнения регуляторных требований, либо, по крайней мере, получения экспертного заключения. Чуть дольше занимает сроки подтверждения юзкейса, и в этой же связи важны разнообразия средств поддержки. И высоко важных, конечно, является роль институтов развития и государственных мер поддержки для таких решений. Это отличает от обычных акселераторов, в которых новизна, скорее, в бизнес-идеи, в бизнес-модели решения, и в котором, по большому счету, большой риск – это время от появления этой бизнес-идеи, ее верификации до того момента, когда эта модель будет скопирована конкурентами. Именно поэтому в мировой практике есть целый ряд примеров, как отдельных продуктов, как отдельных программ, именно направленных на поддержку технологических компаний. Это и Циклотрон Роуд, который реализуется с Беркли, и Инди Байо, и ХЭКС. И ключевой фактор, который есть в этих программах – это именно помощь в части технологии. Например, в ХЭКС команда 3 месяца проводит непосредственно в Шенчжене, работает с инженерами фабрик, прорабатывает детали аппаратного решения и уже потом возвращается на целевой рынок и прорабатывает все, что связано с рынком, бизнес-моделью и привлечением финансирования. Таким образом, снижает существенно риски выполнения, риски исполнения и снижает риски ошибки, в частности, в части себестоимости создаваемых решений и скорости их производства на фабрик и целый ряд именно технологических рисков. Именно поэтому мы создали программу, которая объединяет центры экспертизы, отрасль, финансирование, инструменты финансирования, поддержку институтов развития и, конечно, регуляторику. Программа решает, на самом деле, 4 ключевые задачи. Это скорость выхода на рынок, которую мы решаем, работая с нашими партнерами, используя все возможности экосистемы Сколково, и в том числе 100, более 100 индустриальных партнеров, которые есть у нас в экосистеме. Это скорость выбора технологий, которая решается за счет взаимодействия с центрами экспертизы и Сколтех, с ведущими университетами России. И, конечно, скорость масштабирования, которую мы ускоряем за счет более глубокой проводки юзкейса, привлечения мер поддержки от других институтов развития, что в конечном итоге дает очень хороший результат для компаний-участников программы. Мы построили программу на синтезе системного подхода лучших мировых практик и десятилетнего опыта Сколково. В менторской панели более 70 экспертов, практиков, кто создавал компанию, создавал новые технологии, новые решения и помогает компаниям на их пути. Кроме того, у нас есть доступ к экосистеме, которая объединяет более чем 2600 решений наших стартапов. Говоря о программе технологическое предпринимательство, это прежде всего люди. И эту программу можно сравнить с видами спорта. Нельзя изучить спорт, изучая только книжки, литературу. Поэтому в нашей программе мы прежде всего фокусируемся на работе one-on-one с менторами, с экспертами, чтобы каждая компания получила индивидуализированный подход и релевантные ответы на именно те вызовы, которые ставят перед технологической компанией. Программа 11 недель, интенсивнейших 5 блоков, посвященная основным базовым вызовам компании. Это и рынок, профиль клиента, и ценностное предложение, и бизнес-модель, и, конечно же, глубокая проработка технологий и отраслевых вопросов с экспертами. Мы приглашаем в программу как стартапы, так и корпорации. Для корпорации это отличный инструмент быть на пике, смотреть, какие появляются решения и бизнес-модели, находить новые продукты для своей стратегии развития. И как раз у нас 15 декабря будет анонсирован новый набор на уже февральскую программу, приглашаем технологические компании принять участие. От себя хочу пригласить на конференцию, в которой мы более подробно расскажем и о программе, и о тех мерах поддержки, которые фонд «Скулково» и наши партнеры предоставляют для технологических компаний. Приглашаю присоединяйтесь, до мероприятия остается совсем немного времени. Программа поддержки не была бы, не работала бы без команды. И в нашей команде мы собрали профессионалов, кто имеет большой опыт в инвестициях, работе с технологическими компаниями, со стартапами и опыт развития бизнеса. Коллеги, большое спасибо за ваше время. И, конечно, буду рад ответить на вопросы. И еще раз приглашаю вас на наш мероприятие. — Сергей, спасибо огромное. Ну, время сжатое, понятно. Жанр требует большого количества слайдов, минимальное время. Но несколько хайлайтов я все-таки хочу в качестве такого заключения сделать. Программа уникальная. Программа уникальная не просто по своей насыщенности. Это программа, которая построена по методике траектории. С точки А в точку Б. Мы гарантированно помогаем компаниям вырасти с точки зрения своего продукта, с точки зрения, возможно, даже своей капитализации, за очень короткий промежуток времени. Вот для нас, кажется, вот это вот главный смысл слова «акселерация». А еще одно очень важное слово, которое туда погружено, это, конечно, интеграция, это комплексность. Потому что в рамках этой программы мы не замыкаемся внутри сколкового. То есть у нас есть очень хорошие сейчас примеры, когда, проходя эту траекторию, компании достаточно легко выходили с нашей, в том числе, помощью на заявки на фонд Бортника на гранты. У нас есть очень хорошие примеры, когда компании проходили так называемый «фаст-трек» в сторону и становились резидентами сколкового. Это фактически такой вот бонус-трек. И практически все, наверное, участники, которые в этой программе принимали участие в этом наборе сейчас, в наше, в настоящее время еще и участвуют, мы смогли это все организовать, участвуют сейчас в крупнейшем международном мероприятии для инновационных компаний, для стартапов. Это веб-саммит. Поэтому еще раз, я рассказал только о нескольких аспектах. Это очень объемная программа, которая изнутри гораздо больше, чем снаружи. И мы надеемся, что таким образом как-то ваш интерес, про него поподробнее узнать, простимулировали. Как сказал Сергей, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас стартует новый набор. Я думаю, что очень многих из вас он сможет заинтересовать.